Джимат одним словом Стресс Такое лицо Ааа, окей На себя именно подготовить в выносливости Сдавала его три раза Тем недоволен и буду еще совершенствоваться Привет, друзья, это Лена И сегодня необычное видео В феврале прошлого года я рассказывала вам о том, как поступила в высшую школу менеджмента на программу мастер-менеджмент Сейчас я уже на втором курсе Вы писали мне личное сообщение, очень много вопросов И поэтому родилась идея Специально для вас я собрала вместе несколько студентов, которые поступили в этом году 2021 на первый курс магистратуры И прошли все эти этапы И джиматус на письменную часть Чтобы они поделились сами, какие материалы использовали Какими сложностями столкнулись Как это было сдавать онлайн, в том числе и джимат Все это я собрала для вас в двух отдельных видео Сегодня мы расскажем про джимат А следующее будет просто письменное Если хотите не пропустить, узнать больше о возможности поступления в бизнес-школы Построить своего карьерного трека Осознанно в время студенчества То подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски А мы начинаем! Привет! Меня зовут Аня Студентка первого курса программы мастер-менеджмент в высшей школе менеджмента Выпускница факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Меня зовут Александр, я обучаюсь на программе мастер-менеджмент Впускник факультета международных отношений СПБГУ Меня зовут Женя, я выпускница экономического факультета СПБГУ И сейчас первокурсница программы МИМ ВШМ Андрей, я выпускник факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета В магистратуре первый курс высшей школы менеджмента Сколько баллов ты набрала за джемат? За джемат я набрала 580 баллов Два раза я сдавала внутренний ВШМ-овский экзамен, один раз настоящий В общем, в конце концов я получила 580 650 Оригинальный Оригинальный Жесть Жесть, двойная жесть Придется признаться, я сдавал оригинальный джемат и получил за него 600 баллов 73 за адаптированный вариант джемата Я до конца этим недоволен и буду еще совершенствоваться Когда ты начал готовиться к джемату? На третьем курсе бакалавриата я поняла, что хочу стать студенткой в ВШМ Это был 2019 год И, соответственно, начала готовиться еще в марте 2019 Я начал готовиться за год Изначально я записался на курсы Пошел где-то 4 сентября, я помню этот день На самом деле это даже много Если ты готовишься каждый день, по часу, по два, по три Будет вполне достаточно полутора месяцев как раз с запасом, чтобы прорешать обычные тесты полноценные на 3-4 часа Настоятельно с сентября и на курсах с февраля Осенью, чтобы никуда не торопиться Потом у меня была возможность уже просто поддерживать свои знания, свой уровень Какая часть была для тебя самой сложной? Для гуманитария, несомненно, самой сложной была математика во всех ее проявлениях Но особенно отмечу раздел Data Sufficiency Потому что он такой нетипичный для тех, кто учился в российских школах обычных Математика мне давалась всегда легче Вербальная часть, несмотря на то, что я знал английский, она давалась мне легко Но, тем не менее, опыт показывает, что слушать, точнее анализировать текст, читать, анализировать это сложно В подготовке это была математика, но на самом экзамене для меня самой сложной частью оказалась вербальная Оказалось математическое, не так я сидел за математики, как, например, в языках Все участники справились, счет 2-2 Первая мысль, когда ты узнал про джемат Я охватил ужас и страх Что это вообще такое? Я ничего не читал, ничего не понимаю Тихий ужас Зато честно Спокойно отнесся к тому, что мне нужно будет его сдавать Конечно, конечно Было достаточно времени, я заранее начал подготовку и был опыт международных экзаменов Две минуты на вопрос, это вообще реально? А сначала нет, после подготовки практически да, ну а потом работает интуиция Да, на самом деле реально, ты уже много их нарешал, ты к ним привык, некоторые задания можно решить буквально за 30-40-50 секунд Спокойствие, только спокойствие Какие материалы ты использовал для подготовки? Перетас для вербальной части Манхэттен Манхэттен Этические книжки от Манхэттена, их там порядка 10 буквально по каждому разделу Для математики И джемат клаб Джемат клаб, потому что там буквально по каждой теме есть тысячи задач в свободном доступе с решениями Это номер один Второе, это, конечно, офишл гайд А полно тоже есть отличные сборники, по-моему, называется джемат 800, что-то такое Сайт MBA Могуш, это обалденная платформа, есть разные каплан и другие Но я использовал Могуш, использовать любые бесплатные тесты, которые доступны в свободном доступе На джемат клабе есть полный список ресурсов, где можно бесплатные тесты эти пройти Они тренируют выносливость в первую очередь перед экзаменом Одно дело решать тесты, обычные задания Другое дело решать полноценные тесты, когда ты понимаешь, что ты устаешь после 20 заданий и больше ничего не хочешь делать Как ты готовился к джемат? Я записалась на курсы, они шли 3 месяца Но сразу скажу, лично для меня это была ошибка, потому что у меня был очень загруженный график И я не успевала делать домашние задания Курсы прошли зря Потом у меня был несколько месяцев перерыв Когда уже подошел момент поступления, сдачи экзаменов У меня был всего месяц Я просто проштудировала особи от Манхэттена с теорией Немножко порешала офишл гайд, но не набрала нужный балл в итоге Потом уже через год снова, когда я стала готовиться, я пошла опять на курсы Но уже только по математике, поскольку я гуманитарий Мне нужно было прокачать математику Но в этот раз уже все прошло хорошо Я смотрел видео блоками Один день, один блок видео, скажем, по геометрии или по алгебре Потом решал где-то 20-30 заданий по математике Вербальная часть также Второй день, третий день Один день математика, другой день вербальная часть Когда оставалось где-то дней 10 до экзамена Я уже переходил к полноценным тестам Потому что главное в этом деле понимать, что к 20 вопросу вы будете уставать настолько, что не захочется делать ничего Это будет скучно Несмотря на нервы, несмотря на все На себя именно подготовить выносливости перед экзаменом Я проезжал 4 теста подряд каждый день Полноценные тесты перед экзаменом Изначально я пошел на курсы И курсы действительно очень полезная вещь Если есть возможность Уже после прохождения курсов Периодически решал задачи Чтобы не потерять их навык и их скорость Что, конечно, важно в джемате Но все равно мой план почти сработал Почти ключевое слово В конце, перед своим экзаменом Все равно пришлось форсировать подготовку И дней 10 я прям сидел часов 5-6 ежедневно, чтобы быть в форме Джемат одним словом Стресс Надо трудиться Вызов Испытание Но, конечно, интересное Большую часть ты должен готовить самостоятельно В Магуши есть очень много видео, которые готовят тебя к алгебре, геометрии Если есть пробелы в английском Там есть разборы в ходе того, что такое verb, что такое adverb и так далее Это очень помогает Если вам предстоит сдавать джемат В первую очередь я вам советую пройти пробный тест на сайте mba.com Где вы регистрируетесь на экзамене Понять, как у вас вообще дела, ваши слабые места После этого четко определить, сколько времени примерно вам потребуется на подготовку Не пропускайте ни одного дня подготовки Начните готовиться как можно раньше После прочтения задания посмотреть на ответы Потому что зачастую сразу понятно, что два-три ответа абсолютно бесполезны И их можно отбросить и сфокусироваться на том, что действительно важно И найти правильное решение Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok